Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. С вами Роман Ванимир. Рассмотрим биткоин. Давно его не рассматривал. Скажем так, рассмотрим больше инвестиционные возможности. Что я вижу по данным соточетам, по данным графиков. Посмотрим фундаментал, посмотрим опционы. Я думаю, что уже многие увидели, что я использую достаточно непопулярный вид анализа. Больше не блогерский. Какие-то линии, свечки, вся фигня. А все-таки данные крупных игроков. Я считаю, что это вам поможет лучше принять как инвестиционное, но торговые решения мы сейчас не будем обсуждать, потому что торговля это отдельно, это стратегия, это набор сделок. Но многие, к сожалению, путают эти понятия. Если кто еще не слышал мой подкаст, аудио, пожалуйста, послушайте. Там я рассказал, что такое инвестор, что такое трейдер и что такое игрок-угадайка. Очень много игроков-угадайок, да, в жизни. Поэтому они в итоге всегда приходят к краху. Вот. Мы сегодня больше, наверное, рассмотрим вариант такой, знаете, вот среднесрочного инвестирования. Может быть, для кого-то это краткосрочное инвестирование. Вот. Но не суть, но больше именно инвестиционные возможности. Значит, первое, что я начну, то есть это сотоотчеты. То есть это крупные отчеты на Чикагской бирже крупных игроков. Да, это фьючерсы и опционы. Они косвенно влияют на рынок. На данный момент они не имеют такого прямо глобального значения. Но с каждым годом, я смотрю, все больше и больше, да, эти отчеты начинают влиять на то, что происходит на криптобирже. Потому что цену биткоина регулирует, в первую очередь, именно движение, то есть механика рынка на криптобирже, а не на семей бирже. Вот. Но, смотрите, давайте первое смотрим сотоотчет. Я знаю, что многие этого не понимают еще. Ну, о чем я сейчас буду говорить. Ну, я стараюсь по-простому уже вам, да, вот, разворачиваю. Смотрите, эссет-менеджеры 92%. Это крупные управляющих фондов. Это люди, которые покупают биткоины на долгий срок. Это не спекулянт. И вот то, что такая огромная позиция, да, 92%, частично они будут разгружать. Вот, смотрите, вот 58% из всех лонгов, всех позиций, это именно крупные институциональные фонды. Поэтому, ну, то есть с точки зрения даже логики понятно, что это так гордо людей, которые биткоин покупают на долгие-долгие-долгие годы. Поэтому у вас не должно вот это ужасать, что такой огромный переход, перекос. А вот, например, вторая колоночка, да, это крупные спекулянты левередж-мани. Вот у них уже сложилось почти 82%. Смотрите, вот шорты, это продажа биткоина, 59% это крупные спекулянты. А вот крупные спекулянты в любом случае будут переворачиваться. Ну, это гарантия. То есть, ну, оно не работает так, что крупные спекулянты всю жизнь стоят в продаже. Нет. И вот эту позицию, вот эту позицию развернуть, они смогут через, ну, там, дилеров, либо, там, например, неподконтрольных участников, то есть, ну, мелких трейдеров. И вот именно понимание вот позиций спекулянтов крупных может вам говорить о том, что в ближайшее время мы увидим разворот биткоина. Разворот в сторону роста. Потому что вот эту огромную позицию, а что такое крупные спекулянты? Вы не думайте, что они работают только на биткоин. Они работают на нефти, там, на евро-долларе, на золоте. То есть, они в любом случае либо они попадают образно вот крупным дилерам, которые дают им ликвидность, либо они разворачивают свои позиции и просто зарабатывают деньги. Поэтому вот крупные спекулянты сейчас вот шартовые позиции именно давят многих участников, которые пытаются лонговать. Именно вот крупные участники. Поэтому с точки зрения сот-отчетов, при том это недельная давность, вы должны понимать, сот-отчет и задержка неделю. Вот шартов практически, ну сколько, 200 контрактов добавилось, ну ерунда. Уменьшилось шартов, вот видите, кстати, на 430 контрактов. Один контракт — это опять биткоин. Значит, чуть-чуть разгружают ассет-менеджеры, да. То есть, как бы, инвесторы, которые купили, не знаю, там, биткоин по 30 тысяч долларов, они могут частично разгружаться. Но, опять же говорю, вот эта позиция практически всегда будет зеленой. Она будет очень долго вот с таким огромным перекосом, потому что это люди, которые просто покупают биткоин на долгую. Ну, на долгу это имеется, там, 100, 200, там, не знаю, тысяч долларов, 300. То есть это, я думаю, это уже такая пятизначная цифра. Поэтому по сот-отчетам мы находимся сейчас на стадии разворот. То есть я это показывал, сейчас покажу по акционам дальше. Дальше. Переходим на график трейдинг-вью. В дневной графике даже там, вот, то, что я, в принципе, говорил. Вот это сорок, видите, восемь тысяч. Это очень сильный профиль объема. Мы, в принципе, в него ударились. Значит, и сейчас мы подходим к этому уровню 39-37. Вот этот уровень, это будет очень сильный уровень. Это дневной уровень, профиль объема именно горизонтальных уровней. Поэтому я вот в этой зоне жду разворота биткоина. От разворота, но в сторону роста. То есть вот сейчас как раз мы к этой зоне только подходим. Еще раз говорю, для инвестирования тысячи, две-три тысячи туда-сюда роли не играет. Не надо там ловить 100 долларов. Для биткоина там движение 100 долларов вообще ни о чем. Потому что когда мне говорят, там, на тысячу долларов упало, это там трагедия. Но это ни о чем. Еще раз говорю, что вот на четырехчасовом графике, вот, опять же, очень многие знаю, там, блогеры любят вот эти сказки, да, вот эти, ну, рисовать. То, что я сейчас пытаюсь там, да, рассказать. Ну, даже если вот перейти к этим графикам, да, то видно, что на дневном и четыре часа, да, вот этот кроссворинг мы подходим. Вот мы сейчас подходим к зоне разворота биткоина. Вот. Это если брать вот эти пресловутые графики. Но, опять же, я вам сейчас не показываю тех анализы, фигню всякую. А больше именно объемы, это проторгованные объемы, где очень высока вероятность остановки движения. Ну, в данном случае сюда вниз, подходим, разворачиваемся. Это очень сильный уровень, чтобы вы понимали. То есть на недельном графике. На недельном графике мы не увидим. На дневном графике, при том, вы должны понять, это больше года, вот это движение. Вот. Мы вот зажаты вот в этом диапазоне. 48-37 тысяч. Вот. Поэтому, ну, одни графики нам не покажут, что мы пойдем образно там на 57 тысяч долларов, да. Вот я вам говорю, что это второе подтверждение, что здесь, очень высокая вероятность разворота биткоина в рост. И последнее, что мы посмотрим, это опционы. Это семья биржа, чисто опционные ожидания. Я открыл уже июньский контракт. Это через два месяца. И здесь очень сильно проявляется колл опцион. 55 и 50. Достаточно ярко выражены. А теперь я верну. Ну, это вот так. Видите, вот. Все смотрят только вот, что сейчас. И вот. А может на пару месяцев вперед, да, смотрим. Так вот. Текущий контракт. Текущий контракт. Мы сейчас уперлись в такую промежуточную зону 40. Ну, за минусом премии это 37-38 тысяч. Давайте посмотрим. Вот это сороковый страйк. 40 тысяч. Он минус 2 тысячи. Ну, 30. На данный момент это 38 тысяч долларов. Это точка разворота биткоина. Значит. А теперь. Теперь. Смотрим. Есть такая 35 тысяч. Красивый пулт. Прям вот манит. Но нужно понимать, что 29 апреля через образно там 17 дней контракт этот экспирируется и закроется. Поэтому я не уверен, что мы туда успеем сходить. Просто не можем не успеть. Следующий контракт. Еще одно подтверждение. Что мы вот сейчас в зоне ликвидности вот этих 40-41. Ой, 42-41. Видите, да. То есть мы сейчас зашлифельчем сюда ниже. Вот. И собираем ликвидность вот этих всех контрактов. Этих 41-42. Вот отнимаем 3. Получаем опять же 38. 42. И получаем район 39-500. То есть понятно, да. То есть мы сейчас собираем ликвидность. Двух контрактов. Которые сейчас. И которые уже начнут действовать после 30 апреля. Да. Да. Поэтому я делаю вывод тот, что вот эти все зоны мы не успеем просто сходить. Потому что контракт закончится. Да. Следующий есть контракт, который видите. Вот зоны 32 тысячи. Там 25 тысяч. То есть я не говорю, что мы не можем туда сходить. Опять же. Исходя из фундаментальных соточчетов. Профиля именно объемов. И исходя из опционов. Я делаю вывод в том, что именно сейчас мы находимся в той зоне. 40-37 тысяч долларов. С точки зрения разворота биткоина. И роста его к 52-55 тысяч долларов. Вот. То, что я хотел сказать. Вот. Поэтому не надо там писать. Что потом. О чем мы пошли там. Туда-туда. Ну. То есть это мое среднесрочное видение. Исходя из, еще раз говорю. Объемов. Фундаментальных отчетов. Крупных игроков. Опционов. Может быть частично техники. Вот. Поэтому. Я в принципе об этом говорил. Что. Я больше жду даже рост. Не биткоина. А литкоина. Те, которые сейчас. Вот. Особенно не стреляли. Которые находятся внизу. Они стрельнут. Намного больше. Чем биткоин. То есть. Если биткоин вырастет. С 37-40 тысяч на 52-55. Вот сюда. То. Например. Тот же литкоин. Ну. То есть. Представим. Да. 37-40. И мы. На 15 тысяч долларов. Растем. А. Образно. Там. 30-40 процентов. Я вам. Уверяю. Что литкоин. Тот же. Вырастет. Не на 30. А на. 200-300 процентов. Ну. То есть. Образно. Да. То есть. Литкоин. Сходит. Там. Вот сейчас. 103. Сходит. На. 180. И на. 270 долларов. А это. По сути. 70 процентов. Тире. Ну. Вот. 170 процентов. То есть. Я думаю. Что. Альты. Единственное. Ну. Не берите шлак. Вот. Эти. Непонятные монеты. Берите. То. Что. Все-таки. Проверенный. Понятный. Который. Используется. Имеет реальное применение. Вот. Они могут дать намного больше. Так что. Вот. Такая. Ситуация по биткоину. Вот. Можете брать. Это. Свой расчет. Там. Инвестиционный. Можете брать. Дело ваше. Да. То есть. Всем хорошего дня. Вот. И. Удачных инвестиций. С вами был Роман Манимир.